В одном из своих видео я уже упоминала косметику Evo Mosaic. Впечатления у меня о ней всегда были только положительные. Впервые я ее попробовала лет 5 назад, тогда у меня появилась кисть Кабуки, которая перестала мне служить лишь в прошлом году. И то по какой-то очень нелепой причине. Также я пробовала очень много чего, очень много разных средств. 90% мне понравилось. Мне посчастливилось сотрудничать с этим брендом. И мне было предоставлено для обзора 5 средств, которые уже давно есть на полках масс-маркетов. Но я их еще просто пока не пробовала. Поэтому эти средства, если какие-то вам понравятся, вы можете совершенно спокойно найти везде, где только представлена эта марка. У меня это в основном косметика для глаз и хайлайтер. База под тени. Честно признаюсь, что это вообще первая моя база под тени в этой жизни. Я еще ни разу ни одну не пробовала, потому что никогда не видела в этом смысла. Мне везло с тенями и тени, которые выбираю я, чаще всего и так, сами себе стойкие. Но раз существует база под тени, значит еще можно продлить жизнь теням. Цвет очень желтый, очень жиденькая такая текстура. И надо совершенно чуть-чуть. Иначе эта база просто ее хватит на все лицо, даже маленькие капельки. Что она делает? Когда ее наносишь на веко, сверху тени, которые вы наносите, если эти тени матовые, они становятся шиммерными. Они как бы так подсвечиваются. Я не знаю, так задумано или все базы такие, вообще не понимаю. Появляется такое холодное свечение у тени. Я не знаю, плюс это или минус, но вот такая вот фишка. Для наглядности я нанесла базу на один глаз, на второй глаз я ничего не наносила, так же, как я делаю всегда. Далее я использовала тени из трех оттенков. Очень натуральных таких, очень матовых. Но эти матовые тени на одном глазу стали шиммерными, как я уже сказала. Очень пигментированные тени. Очень. Нужно брать совершенно чуть-чуть, абсолютно капелюсечку, для того, чтобы получилось что-то на глазах. Я бы не сказала, что они очень пластичные, что их очень легко растушевать. Я бы сказала, что это что-то среднее. То есть, опять же, надо по чуть-чуть. Мне кажется, с такими тенями лучше работать так. Чуть-чуть берешь на кисть и потихонечку, то есть достаточно долго. То есть, это не те тени, которые вы нанесли, раз так, все, пошли. Нет. Это что-то, с чем надо немножечко поработать. Мы проверим стойкость. Мы посмотрим, как они себя ведут в носке. Может быть, их стойкость перекроет просто все это время, затраченное на то, чтобы их растушевать. Далее я использовала такой вот гель для бровей. Слэш-подводка для глаз. Мне очень понравился сам оттенок. Он совершенно не выглядит дешево, несмотря на то, что сама по себе подводка эта стоит очень дешево. Именно такой не кричащий, очень приглушенный, холодный, русый цвет. Очень правильный цвет для меня. Я все эти годы пользовалась подводкой для бровей, или как это назвать, помадкой для бровей от Мак. Самый классический продукт, который можно найти в магазинах Мак. Я никогда не была в пищащем восторге от этой помадки, потому что она очень сложная, чтобы ее правильно нанести, чтобы не сделать себе брежневские брови, а чтобы именно вот как-то заполнить брови чуть-чуть, слегка. Очень сложно с ней работать, на мой взгляд. И, во-вторых, она очень не такая нестойкая, что ли. Если, не дай бог, вы вспотеете или намочите лицо, она сразу превращается в комочки, собирается вокруг каждого волоска. Что будет с этой подводкой, я не знаю. Насчет использования ее на глазах, как по мне, так она слишком сухая. То есть она такая слишком... Для бровей хорошо. Для того, чтобы использовать на веко, мне кажется, что она немножечко твердоватая, суховатая. Это... Не знаю, я не уверена, что это будет удобно. Тушь для ресниц, которая очень-очень сильно меня удивила размером своей кисточки. Она больше, чем мой глаз. У меня уже была такая тушь, похожая от Essence. Розовая такая большая, она же очень популярная, не помню, как называется. У нее тоже такая была огромная кисточка. Честно скажу, что меня никогда не пугали большие кисти, потому что у меня свои ресницы достаточно длинные, и глаза у меня не маленькие. То есть, в принципе, для меня большая кисть – это что-то такое удобно, да? Но я знаю, что очень мало кто любит реально большие кисти, потому что очень часто большие кисти делают такой месс на лице, такой просто беспорядок такой. То есть они везде отпечатываются, везде пачкают глаза. И очень часто бывает, что они просто комком кладут тушь на ресницы и все. В моем же случае получилось все хорошо, но я не уверена, что это подойдет каждому. Как прокрасила она ресница, мне понравилось. Как она будет себя вести, мы увидим потом. И, конечно же, хайлайтер. Я его ждала больше всего. Я уже давно жду, выбираю себе хайлайтер, который я бы могла использовать каждый день. И пока что в моих фаворитах Dior Nude & Illuminasia. Мне показалось, что этот хайлайтер очень похож именно оттенком. У него очень такой приятный оттенок шампань. Он ни в розовинку, ни в золотинку, ни в холодинку, он никуда не идет. Он именно такой красивый цвет. Как я и ожидала, он оказался не очень ярким. Честно, я его сводчила в магазине однажды и хотела его даже взять на пробу, потому что, опять же, мне очень понравился оттенок. Но мне показалось, что он слишком такой, слишком крупного помола. При том, что там нет глиттера. Но мне показалось, что он слишком такой вот пудровый. Ну, когда я его, в принципе, попробовала уже на лице, нанесла его кистью дома, мне показалось, что он достаточно хорошо сливается с кожей. Но его надо много. То есть он наоборот. Например, в отличие от теней, его много надо, чтобы он реально был на лице заметен. Именно такой хайлайтер я бы предпочла на каждый день. Учитывая, что Диор стоит в 10 или даже больше раз дороже, наверное, целесообразнее все-таки пользоваться таким, мне кажется. Качество хорошее. Я бы посмотрела еще, как он держится, потому что он достаточно, опять же, такой незаметный на лице. Но он именно делает такое, он подсвечивает кожу. Он не дает именно такой эффект, стробинг. Нет, он не дает такой эффект. Он именно такой мягкий на каждый день. Сегодня я бы хотела попробовать поиграть в игровую приставку, в кинект, потанцевать, позаниматься спортом, что-нибудь такое поделать и хорошенечко вспотеть. Потому что мне кажется, что именно пот, он заставляет косметику показать себя во всей красе. Потому что если это все потечет с моего лица, если это все исчезнет, то пиши пропало. Я сегодня попробую. Да, встретимся через несколько часов. Я посмотрю, как это будет носиться в течение дня. Да. Уже прошло часов 6, наверное, или 8 с тех пор, как я так накрасилась. Глядя на себя в зеркало, мне не хотелось сейчас садиться и подводить итоги, потому что ничего не изменилось. Единственное, что я поправляла, это помаду. Но помада не имеет никакого отношения к сегодняшнему ролику, по сути. Поэтому я реально не знала, к чему придраться. В общем, вот эти самые 5 средств, которые мне понравились снова. И ведь я не зря отдала свое сердце Ева когда-то среди бюджетной косметики. Это мой фаворит теперь уже точно. Иногда мне в голову приходят такие мысли. Почему часто покупаю какую-то люксовую косметику, тратя большие суммы денег на их покупку, на их приобретение, мы получаем какую-то каку. И мы жалеем, жалеем о том, что мы потратили деньги. И как минимум у нас нет никаких положительных эмоций. В то время как такая косметика, как Ева, заслуживает, на мой взгляд, намного больше, чем она получает от нас, как от потребителей. Я бы с удовольствием платила больше за эту косметику, чем приходится платить. Пожалуй, из всего, мне больше всего понравилась вот эта вот штучка для бровей Ideal Eye Brow Designer. При ближайшем рассмотрении вы сами все увидите, вы поймете, что все на месте, все замечательно. И даже база под тени, по-моему, или не сыграла никакой роли, или тени реально очень хорошие. Или, может быть, надо было более суток проходить с ними, и тогда можно было бы заметить какую-то разницу. Тушь вообще нигде не осыпалась, нисколько. Я повторюсь, я ничего не поправляла никак вообще. И брови, конечно, это герой сегодняшнего вечера. Огромное вам спасибо, что были сегодня со мной. Обязательно напишите мне в комментариях о том, какой у вас любимый бренд среди бюджетных брендов. Уверена, вам захотелось попробовать что-то от Ева, если вы никогда не пробовали. Поверьте мне, вы не потратите много денег, но вы приобретете очень хороший продукт. По крайней мере, мне так показалось, исходя из всего того, что я сегодня видела, и вообще за всю свою жизнь я пробовала. Вы сами это видели своими глазами. Спасибо за просмотр. Пока-пока.